Доброе утро! Сегодня в Питере солнце, и я очень долго думала снимать тот самый завтрак или нет. И так сегодня достаточно много дел, я решила все-таки это сделать, потому что мы сейчас идем на второй завтрак вместе с Настей, которая приехала ко мне в Москву, и также с ее подругой, иллюстратором. И я хочу все-таки обсудить с вами одну тему, которая для меня сейчас очень актуальна, это эмоции. И то, что я поняла, что мои эмоции очень долгое время были закрыты, то, что на протяжении всего периода, когда я снимаю видео, все изменилось. И от супер искренней девчонки я превратилась в ту, кем я стала, и я сейчас понимаю, что я хочу больше раскрепощаться и все-таки испытывать свои эмоции и проявлять их на камеру. Для меня это очень важно, поэтому мы с девчонками сегодня все это обсудим в достаточно серьезной форме, за кофе. И я очень надеюсь, что вам понравится это видео, и оно будет той ниточкой между теми новыми видео, которые я делаю, и теми старыми, которые у меня были. Но знаете, что то, что происходит со мной сейчас, это прекрасно, и это то, что я воспринимаю, это просто с самым огромным желанием. Я очень надеюсь, что все будет, как я хочу и как я чувствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что ты, солнце мое, невероятно круто высказываешься. Свои эмоции ты меня вдохновила на это видео, на то, чтобы рассказать небольшую свою историю, что с эмоциями бывают у многих людей проблемы, а ты, как маленький ребенок, продолжаешь радоваться всем мной и их выражать. Поэтому я хочу у тебя узнать, как у тебя это получается, и как ты справляешься с тем, что некоторые люди просто не понимают такого яркого, бурного, светской эмоции, который у тебя очень часто случается. А как мы рассматриваем эмоции? То есть это наша реакция на какой-то раздражитель, будь то внешний, внутренний, и это не обязательно отрицательные какие-то раздражители, это могут быть положительные раздражители. И у меня вообще очень яркие эмоции, то есть я на все так вот реагирую. Это может быть вкусная булочка, это может быть какая-то идея, красивое здание, что угодно. Я на все очень ярко реагирую, то есть у меня прям спектр, просто буря эмоций. И, наверное, потому что для меня очень важно быть предельно честной с самой собой, с людьми. И история в том, что когда мы подавляем негативные эмоции, мы подавляем, в принципе, все наши эмоции. Потому что наши эмоции — это ресурс, который нам дает энергию, который нас питает, помогает поддерживать какое-то гармоничное внутреннее состояние. И если мы это держим в себе, то это опять-таки же на нас очень давит, мы как-то забиваем это все, и просто это гложет нас изнутри. Поэтому все эмоции, которые у меня есть, будь то положительные, будь то, как я бы не любила это слово, отрицательные, они очень яркие. То есть я могу просто прыгать по дому от счастья вещать, если мне пришла идея какая-то, если я сделала красивый кадр, не важно что. То есть у меня прям это тико сильно проявляется. Окей, а что делать людям, которые боятся этого делать, которые стесняются, но хотят? Ну это либо ты хочешь и это делаешь, либо ты этого на самом деле не хочешь. То есть для меня это так. И мне кажется, не стоит, если тебе некомфортно, быть очень громким, быть очень эмоциональным. Это нормально, потому что тебе должно быть самое главное комфортно, и тебе должно быть естественно в твоем состоянии, а не так, что ты себя перебарываешь. Но у многих получается так, что они в принципе боятся высказывать эмоции, но у меня это скорее про честность с собой. То есть я честна с собой насколько возможно, и поэтому мне проще выражать эмоции очень ярко и очень насыщенно. Потому что я так чувствую на самом деле, я могу, не знаю, откусить вот булочку, которую мы сейчас ели сказать, очень вкусно. А могу сказать, о боже, это вкусно, просто потому что это на самом деле мои эмоции. И зачем мне условно врать себе, быть окружающим, если я испытываю действительно вот такую яркость, которая у меня есть. Поэтому я ее выражаю. А насчет мнения окружающих, я никогда не сталкивалась с тем, чтобы мне что-то говорили, что я слишком национальная и тому подобное. Это наоборот, как мне кажется, что вот я вижу в глазах, это цепляет людей, и люди видят, насколько ты словно беззаботная, детская, искренне. И это очень здорово, потому что ты создаешь какую-то атмосферу доверия, потому что ты очень открыта тогда к миру, к людям, и это нравится людям. Ну да, согласна, это очень, эмоции очень привлекают людей, это очень круто, но вообще на самом деле даже в детстве иногда родители не очень адекватно реагируют на такие эмоции, и даже многие родители их подавляют, поэтому еще зависит от того, на самом деле, как ты вырос, насколько вот это вот влияние с детства, оно было на тебя. Потому что у меня иногда родители просто не понимали мои эмоции, и все. Слушай, у меня в детстве была вообще другая история, в плане, что я не сказала бы, что я была эмоциональной ребенком. То есть, если мы возьмем вот эти вот детские искренние эмоции, они меня, не знаю, возродились, открылись, проявились, вот именно лет так в 16 только. Вот у некоторых наоборот, дети были прямо радостные, счастливые, потом родители их привязали, и все. Ну вот, наверное, у меня противоположная все-таки история, потому что я была очень скромной, очень зажатой, очень стеснительной. И когда я смогла это перебороть, поработав над собой, стала более открытой, эта открытость дошла вот до такого, что я буквально, вот, не знаю, обнажаю свою душу, обнажаю свои эмоции, и просто их проявляю так, как они есть. Окей, спасибо. Спасибо. Какая у тебя история? Ну, у меня на самом деле интересная история, потому что, как мне кажется, что любая эмоция, она может отражаться в теле. Если ты ее не выпускаешь. Но, так как я люблю Скандинавию, Швецию, там в Швеции есть классное понятие, как лагу. И также, да, достаточно. И также закон Янте, и вот по этому закону Янте очень есть интересная такая история. Если ты, допустим, работаешь в какой-то компании, и случилось так, что у тебя повышение, ты не можешь взять и радостно ликовать среди рабочего дня, потому что другим людям это будет не очень приятно, возможно, появится какая-то зависть. И по сути, по этому закону, ты должен, ну, как бы держать эти эмоции в себе. И я больше вот такой человек, к сожалению, в отличие от Марта, потому что, я думаю, часто социум требует как раз-таки все держать в себе. Приходя с улыбкой на работу, к тебе могут быть очень разные вопросы по поводу того, с чем это связано, что случилось. То есть у людей даже не может быть мысли, что у тебя просто хороший день, и ты готов дарить всем свою радость, как мне кажется. А как думаешь, это выражается как-то, например, в отношении с друзьями и так далее? Твоя эмоциональность как-то стала меньше с тем, что ты ее как-то частично сдерживаешь на работе? Да, я думаю, да, из-за того, что приходится сдерживать эмоции на работе, хотя я работаю именно с людьми, то с друзьями сейчас такая же ситуация. То есть если у меня какое-то радостное событие, иногда даже я его удержу в себе, то есть до последнего ничего я не рассказываю. Но мне на самом деле это не мешает, потому что мне кажется, что тут зависит от темперамента, и я более спокойный человек. И мне с этим комфортно жить. Что касаемо положительной эмоции, я могу ее выразить, в принципе, достаточно легко, но отрицательные эмоции я действительно держу в себе. Как ты чувствуешь это выражение в себе? То есть скованность какая-то, зажатая, возможно, какие-то мышцы болят, зажимы? Да, мышечные зажимы, мышечные зажимы, кстати. Это очень хороший вопрос, потому что когда только я начинала работать, брала какие-то стажировки, я часто сталкивалась с мышечными зажимами, особенно на ногах, то есть я почитала, как это к психосоматике относится, и там было как раз описано, что вот когда ты сдерживаешь отрицательные эмоции, волнительные эмоции, то это очень нехорошо. И даже проходя разные стажировки, тоже сталкивалась с тем, что на работе мне говорили, что вот видно, что ты волнуешься, но ты не показываешь свою волнительность. А иногда это большой плюс, потому что тогда какие-то твои, ну, скажем так, рабочие косяки сходят на нет из-за этой волнительности, если ты её показываешь. А не с уверенным видом делаешь всё неправильно. Говоря обо мне, я не так давно поняла, что лаж оказала огромное влияние на проявление моих эмоций, потому что долгое время мне говорили, как я должна себя видеть, не видеть, а показывать себя, какую энергию я должна дарить другим людям, и тем самым это сказалось на том, что я сейчас стала скрывать свои негативные эмоции и стала как-то бояться их, что ли, думать, что это неправильные эмоции и перестала их выражать. Это 100% сказывается на каких-то зажимах внутренних и внешних тоже, когда ты больше сковываешь свои плечи и когда в целом не можешь дышать полной грудью, так можно сказать. Поэтому эмоции очень важно выражать. И моё выражение — это видео. И я хочу больше вставлять того, чего я когда-то не вставляла и чего я стеснялась. Поэтому это видео — это переход того, что я боялась, и того, что я сейчас буду пробовать. А у нас очень классный скандинавский завтрак, и я очень рада, что мы сегодня все вместе собрались. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!